С понедельника введен режим свободного посещения для школьников. Коррективы в привычную учебную жизнь вносят угрозы возможного распространения коронавируса. Учащимся разрешается посещать занятия по усмотрению родителей или законных представителей. Дочь Екатерины учится во втором классе. Мамы считают, что если ребенок здоров, то на занятия ходить нужно. Я считаю, что не нужно поддаваться паническим настроениям. Естественно, нужно соблюдать рекомендованные методы и необходимые процедуры. Мыть руки, носить маски в местах скопления народа, промывать морской водой. Все то, что мы делаем в обычный сезон, простуды. Режим свободного посещения совсем не означает отмену занятий. Ученики, оставшись дома, также получают новый материал и домашнее задание через школьный портал. А вот тех, кто приходит, проверяют прямо на входе в школу. Две недели происходит утренний фильтр. И дети при входе их проверяют. Используются при этом бесконтактные термометры. Ну и если будет больной ребенок, то мы должны его будем изолировать. А вот школьные каникулы этой весной решили продлить. Дистанционное обучение мы организовали на этой неделе. Но со следующей недели мы объявим трехнедельные каникулы. И дети будут отдыхать, пока ситуация развивается таким образом. Напомним, что в настоящий момент отменены мероприятия с количеством участников более 50 человек. Не нужно поддаваться панике. Но игнорировать рекомендации также не стоит.